всем привет сегодня я записываю второй ролик с психологом с иксологом оксаной первый мы уже записали про мастер спальню так что кто не успел посмотреть смотрите по ссылочке но а сегодня мы будем говорить о пространстве в целом как его необходимо организовывать с точки зрения психологии друзья поэтому кому интересно а интересно абсолютно всем а иначе как жизнь-то нужно как-то налаживать погнали смотреть оксана привет привет иван спасибо тебе у тебя как всегда прекрасный великолепный яркий наряд спасибо привлекательный сегодня я тебя попрошу рассказать о пространство в целом квартира дом неважно это то место куда мы приходим приходим домой и вот с каким чувством мы приходим с каким должны приходить чтобы вообще хотели приходить с точки зрения психологии поделись пожалуйста своим опыт своими наблюдениями своим мнением о том как организовывать домашнее пространство эта тема на самом деле как я уже в первом кстати выпуске говорила что мы с тобой первые открыватели и это знаешь я себя поймала на мысли как вообще мы приходим обычно домой мы приходим туда отдохнуть мы приходим туда поесть мы приходим туда поспать но не мы не приходим туда как на место где мы испытываем классные ощущения эмоции не приходим наряжаться домой вот и мне бы хотелось чтобы наверно пары немножко поменяли отношения вообще к этому всему пространству потому что мы почему-то если мы идем в люди мы наряжаемся и мы идем в ресторан вкусно поесть но и вот это вот отношение какое-то немножко странное ты знаешь я извини я тебя перебью сразу же здесь я тоже всегда эту мысль транслирую что почему-то у нас такое отношение к своему жилью уж извините если я так напрямоту но у меня складывается именно такое впечатление хотя она уже давно сложилось что мы люди в основном своем вот вы подписчики мои дорогие приходите домой как в некую коробочку дом покупаете это как какая-то коробка в которую нужно прийти вот главное чтоб стены были то в эти стены нужно впихнуть кухню значит поставить ванну там облепить ее плиткой и типа жизнь удалась но ведь это не так ведь это просто коробка в которую мы приходим то о чем говорит оксана она говорит ребята а чего вы идете в театр и значит наряжаетесь да а приходите домой и не наряжаетесь но то есть даже не то чтобы наряжайтесь а как-то вот пришли такие выдохнули в этой коробке в своей до деле тренинг на деле тренинг и там с пузырями с такими да и как итог как что как итог то есть что мы убежать хотим не убежать и что что происходит с нами давай вот прямо с этапа хотим отношения просто у меня очень много клиента которые не в парах и они говорят вот я хочу отношения такая вся стараюсь хожу наряжаюсь тут вхожу по заведениям и так далее они вступают в эти отношения и почему-то какое-то происходит расслабление вот ножкой болтают и все ничего не делают и эмоции в отношения не дают не стараются ну то есть как бы вот про тренинг и как раз эта история происходит а наряжаться это нужно каждый день и жизнь это проживать нужно каждый день и гормоны хорошие получать нужно ежедневно тоже питание вот мы ходим в ресторан вкусно поесть собраться компания и так далее ты знаешь вот эта вот культура когда люди собираются дома вкусно поесть вкусно приготовить это совсем же про другое но это про классную энергетику когда вот есть люди которые гостеприимные которые собирают всех дома как как же классно с ними общаться да вот они как душа компании у них дома душа вот этот очаг да чувствуется чувствуется тепло домашняя атмосфера уют да и к таким людям классно приходить в гости и чувствуешь дома это какая-то атмосфера и какие классные как правило этих людей отношения то есть ты хочешь сказать что отношения зависит от той атмосферы который мы создаем в доме конечно и это зависит не только от настроения человека это зависит от от того окружения в котором он находится но собственно и настроение зависит от того окружения в котором мы находимся конечно все взаимосвязанные как мы допустим ну вот начинает встречаться пара и потом начинает обустраивать свой быт не так начинает встречаться пара значит девушка старается наряжается ходит на свидания и потом в какой-то момент она приводит молодого человека к себе домой а там сарай ну да и такое же тоже бывает и он такой ну блин опять рутина вот разные ситуации бывают ты знаешь а сейчас же популярны эти марафоны желание всего вот этого делает знаешь первым заданием всегда предлагают очистить пространство выкиньте все лишнее и в этом есть изюминка есть правда потому что когда у нас хлам по каждому углу вот этот пакет непонятно вещей которые тебе вообще никогда не понадобится на кухне у тебя какая-то посуда которая вот знаешь уже старая с трещинами да в смысле почему ты себе позволяешь есть из этой посуды в холодильник открываешь там неправильное питание кровать стоит как-то непонятно а наш сон это же вообще основа основ это наше здоровье и это и про секс потом в отношениях и про вообще в принципе безстрессовую жизнь да хорошо выспался у тебя меньше стресса хорошо поел у тебя меньше стресса но это про баланс отношений про гармонию отношений то есть то что ты создаешь вокруг себя то и проецируешь в жизни и также идешь и достигаешь результатов на работе потому что у тебя в семье то все хорошо и дома в твоей коробочке вот в этой не в коробочке именно а вот в том пространстве который ты построил с любовью с хорошими гормонами все классно но многие же тебе возразят вот сейчас прям подписчики вот прям возьмут вот прям возьмите и напишите в комментарии по этому поводу развести кто не с любовью создают все ведь с любовью создают свое пространство но почему-то почему-то она не получается таким про которые ты говоришь в которой хотелось бы идти возвращаться в котором хотелось бы готовить в котором хотелось бы сексом заниматься в котором бы хотелось детьми заниматься нет почему-то сбегают из дома бегут там не знаю там в бар вечером там с друзьями не хочу домой и чем не там делать там орущие дети там значит кухня завалена каким-то хламом в тесное значит столик маленький там за которым там не посидеть толком я лучше он в ресторане посижу с друзьями там ну например так ведь получается мы же про пространство говорим, так как пространство-то организовать, чтобы хотелось домой. Самое главное – чистота. Понятно, что такой вот творческий беспорядок никого не напряжет, но по большому счету чистота в доме, чистота в отношениях. И все-таки обращаться к профессионалам по поводу того, как пере… если, допустим, вам некомфортно, поменять место жительства нет возможности, нет желания, вас все устраивает, так вы обратитесь к профессионалу, который скажет вам, как, где поставить, может быть, ширму поставить или, может быть, стенку поставить, как расширить то пространство и сделать его гармоничным. То есть мы такие мастера на все руки. Я тут диван передвинул, значит, и все, и типа все классно будет. А есть профессионалы, которые сделают это грамотно и качественно. Не нужно браться за каждое дело, мы в чем-то специализируемся, в чем-то нет. Сейчас расскажу историю, которая произошла со мной, с моим заказчиком. Собственно, это замечательная девушка, мама двух детей, любящий муж, и она мне рассказала историю. Она говорит, Иван, вы когда спроектировали мне интерьер, и мы сделали кухню, как вы сказали нам сделать, а именно с островом, я всегда рекомендую ставить остров на кухне, если есть такая возможность. Ну и там другие всякие фишечки. Короче говоря, правильная организация вот этого рабочего места вообще, вот этой зоны, я вообще считаю, это сердце дома, кухня. Ну там все основное время проходит. Именно на кухне, правильно? Да, согласна. Так вот, она мне, знаешь, что сказала? Она говорит, Иван, впервые за много лет совместной жизни мой муж начал готовить. Я его не просила. Ну, то есть, пространство способствует тому, что люди начинают проявлять себя в чем-то новом. Ну вот, в частности, муж начал готовить. Никогда не готовил, а тут вдруг нати. Вот, друзья, такая история случилась, и таких много на самом деле. То есть, вот сама организация, ну вот этого сердца дома кухни способствует такому объединению семьи, я бы сказал. Общие интересы, да. Общие интересы, мы же можем стоять за островом, печь печенье, раскатывать пиццу, лепить пельмени. Вместе с семьей, с детьми, вокруг встали и готовим. То есть, это же как раз то программирование пространства, которое делает нас счастливее. Я бы сказал, это такая семейная скрепа, которая семью склеивает. Вот ты как психолог, скажи мне, так это или нет? Либо лучше, как раньше, пришел в свою хрущевочку на кухне там, вот этой вот вдоль стены, которая стоит, встал, значит, всех выгнал там. Ну, даму я имею в виду, так, не мешайте мне, я тут буду готовить. Вот как-то тут не очень клеится какая-то семейная история, потому что вроде и так видимся редко, да? Ну, на работе же, а вечером, типа, выходите отсюда, дети, идите к мужу, а тот на диване с пивасиком футбол, не мешайте, дети, я футбол смотрю. Они опять к маме. Мама говорит, не мешайте, я готовлю. Короче, они мечутся, бедные, там куда-нибудь в угол забьются. В общем, не детям внимания, и эти не общаются как-то вот как это, плохо же? Ну, вот, знаешь, вот ты сейчас обрисовала такую драматичную ситуацию, я бы хотела сказать. Это вот про то, что женщина относится к своей, вот, приготовить как к долгу. Ну, типа, вот мне надо приготовить, и тут с 33-го раза она подумает, там, вкусно это или невкусно. И про то, чтобы прийти обнять своих родных, это же самое главное. Человек может, ну, жена может не приготовить, но она пришла, обняла, да пришла она с готовым уже с едой, сейчас же такой век, что уже и мамонтов не нужно, ведь там где-то добывать, да, и у нас Яндекс.Еда есть, то есть в этом плане можно приспособиться, но когда есть пространство, когда есть любовь в пространстве, нет автоматизма, нет вот этой вот рутины, тогда все по-другому и формируется. Семья по-другому строится, общение по-другому строится. И, кстати, ты знаешь, многих очень пугает, и меня тоже, потому что когда вот ты мне показал, помнишь, проект психолога, я подумала, блин, как это все дорого вообще, это же сделать такое суровое пространство, вот столько денег опять вбухать, вот. А по большому счету ты объяснил, что это все не так дорого, и можно малой кровью обойтись и, ну, сделать классное пространство, не за бешеные деньги. Можно сделать не за бешеные, главное, чтобы идея была. Да. Вот это основа, а там уже насколько креатива хватит, как говорится. Вот это в плане организации пространства, но имеется в виду в плане идеи, в плане дизайна. Вот, но мы даже сейчас не про то, какой стиль мы используем, это уж у каждого свой вкус, цветовые предпочтения у каждого свои, ну и так далее. А мы говорим именно про базовые вещи, но я, по крайней мере, пытаюсь, чтобы Оксана в том числе рассказала свой опыт, поделилась своим мнением с вами, как пространство влияет на нас. И вот выясняется, что, собственно, даже вот взять такой банальный пример, как кухня, оказывается, влияет, да? Да. И ты знаешь, еще вот я сделаю такую практику для твоих зрителей, в сексологии есть такая практика, ходите на свидание с мужем раз в неделю. Если, допустим, вы проделаете эту историю, что вы будете ходить на свидание в своем доме, в своем пространстве и придумывать какой-то сценарий свидания в своей квартире, представляешь, как масштаб, во-первых, насколько энергии больше в доме будет, сколько будет любви и фантазия, так как заиграет по-другому в этом направлении, именно как вот сделать свидание мечты именно в вашем доме, в вашей квартире. Друзья, вот такой вам лайфхак от Оксаны, поэтому пользуйтесь, устраивайте свидания в своей квартире раз в неделю, а лучше каждый день. Нет, каждый день перебор. Перебор. Раз в неделю самое то. Все-таки не надо спорить с профессионалами, они знают, что делать, но раз в неделю железно организовывайте, а для этого нужно организовать правильно пространство кухни, спальни, ванны и даже прихожие, дорогие друзья. Кстати, на эту тему есть ссылочка, посмотрите, как надо. Ну, а на этом все. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, расскажите про свои пространства. Всем пока. Да пребудет с вами муза Оксана. Пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok